Собрались участники совещания, в основном губернаторы, для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с наиболее актуальными проблемами гражданской обороны и защиты населения чрезвычайных ситуаций. Прошло мероприятие в санатории «Русь». Здесь же развернулась экспозиция, посвященная 82-й годовщине гражданской обороны, отражающая деятельность МЧС. На выставке фото спасательных работ из разных уголков мира. Тут же представлены образцы современных технических средств. Представили специалисты и уменьшенные модели вертолетов, и современные противогазы. Продемонстрировали первому заместителю губернатора Кубани мобильный комплекс оповещения на воде, предназначенный для своевременного доведения сигналов об опасностях природного и техногенного характера на объектах вблизи водоемов. О подобных природных явлениях, которые Краснодарский край преодолевает вот уже пять лет, и говорил в своем выступлении Джамбулат Хатуов. Организаторы сегодняшнего совещания, Министерство по совещательным ситуациям в Российской Федерации, уделяют особое внимание Казахстану, Крайну, Южному федеральному обороны. Это не случайно, потому что идет модернизация не только спасательной техники, повышение профессионализма личного состава, но и мы чувствуем постоянную и круглосуточную работу внимания и очень серьезную поддержку, когда эти явления происходят. Отметил представитель Кубани и то, что политика губернатора региона направлена на наращивание сил и средств. Подразделение Кубань-Спас уверенно расширяется. Что же касается ситуации в стране, то МЧС проводит активную работу по совершенствованию системы оповещения, обучению населения. Продолжается также создание нового облика спасательных воинских формирований МЧС России, направленного на повышение боеготовности подразделений. А количество самих спасателей увеличено более чем в полтора раза. Мы не хвалим друг друга, а говорим о недостатках. Мы стараемся найти те узкие места, которые в дальнейшем позволят избежать того негативного воздействия и природы, и техносферной человеческой среды, которая нас окружает с вами. Для нас очень важно, что президентом Российской Федерации в 2011 году утверждены основные направления развития гражданской обороны, до 2020 года. И на этом всероссийском совещании мы как бы подводим такую некоторую черту, может быть, она промежуточной является, чтобы нам оценить результаты, правильно мы движемся. Только совместными усилиями, отметили организаторы всероссийского совещания, можно обеспечить внедрение новых подходов к организации гражданской обороны и тем самым повысить эффективность защиты населения от опасности мирного и военного времени. Сегодня же в рамках мероприятия состоялись крупномасштабные тактико-специальные учения в порту Сочи-Меретинский. Галина Моисеева, НГГ Бешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.